Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам хочу показать и рассказать, чем и как я кормлю свои клематисы летом, для того, чтобы они у меня хорошо росли и очень обильно и пышно цвели. Сейчас мои клематисы все уже достаточно сильно выросли. Вот один из них, посмотрите, уже долез до арки, и она ему просто мала, арка 2,5 метра. Что касается подкорма, клематисы очень прожорливые растения, и до цветения их кормить все нужно очень часто, каждые 10-14 дней, и только благодаря такому уходу, таким хорошим подкормкам можно добиться максимального результата. Я с вами весной делилась своими советами и секретами ухода за клематисами весной, показывала, чем я кормлю их весной. Сейчас у нас лето, июнь, и вот летом подкормка, она немножко отличается. Что касается подкормок, я уже кормила клематисы органикой. Я вам про органику говорила. Кормила я их органикой два раза. Первый раз я кормила конским навозом. Вот так вот выглядит это удобрение. Просто развела экстракт, расчеты 15 мл на 10 л воды, подкармивала розы, ну и заодно прошлась по клематисам. Также где-то, наверное, дней 10 назад я подкармливала огурцы настоем из крапивы, и у меня там осталось, и тоже этот настой я пустила для подкормки клематисов. Органика очень важный такой этап в уходе за клематисами, и почва, на которой клематисы растут, она очень сильно истощается, и клематис много очень потребляет питательных элементов, и плодородие теряется. Если вносить одну минералку, она может засаливаться, поэтому органика, она необходима, для того, чтобы почва оставалась рыхлой, плодородной. Ее вносить нужно обязательно, обязательно это делать до цветения, один-два раза этого достаточно, больше не надо. Поэтому, дорогие друзья, кто не кормил клематисы органикой, у кого клематисы еще не цветут, а только вот как у меня растут, обязательно кормите любым органическим удобрением. Можно купить готовый вот такой экстракт конского навоза, куриного помета, коровика, без разницы чего. Можно сделать самим настой, настой трав, настой крапивы, настоять тот же самый куриный помет. В общем, что у вас есть, тем и кормите все это безопасно, и клематис вам только скажет за это спасибо. Также, дорогие друзья, после того, как вы обнесли подкормку органикой, примерно через 10-14 дней нужно продолжать кормить клематисы минеральными удобрениями. Но летом мы кормим клематисы комплексными минеральными удобрениями, в которых содержится и азот, и фосфор, и калий, и примерно в равном процентном соотношении удобрения можно использовать любое, можно использовать для цветущих растений, можно использовать просто комплексное удобрение, типа запоски, но лучше использовать удобрение с хорошим, богатым составом, чтобы в этом удобрении содержались не только азот, фосфор и калий, но и другие дополнительные элементы, и магний, и кремний, и железо. Все это нужно для хорошего роста, для развития, для того, чтобы листва было яркое, жирное, для того, чтобы цветы были максимально крупными, максимально яркими. Что касается меня, я для подкормки буду использовать вот такое вот удобрение, фертика весна-лето, оно у меня было куплено еще с весны, но вот сейчас подкормлю все свои клематисы. Разводить я это удобрение буду согласно инструкции на упаковке, ну тут вот написано 100-120 грамм на метр квадратный, это примерно, я буду разводить 3 столовые ложки на 10 литров, и для такого вот огромного куста я все эти 10 литров и вылью, а для тех кустов, которые поменьше, я вылью, ну, литров, наверное, по 5. Все, дорогие друзья, такую подкормку комплексным минеральным удобрением нужно проводить до самого-самого цветения, вот я сейчас пролью, через дни 10 еще раз пролью. В общем, когда на клематисе распустится первый цветочек, я все подкормки полностью прекращу, и уже потом их буду кормить осенью после цветения фосфорно-калийными удобрениями, но это я вам ближе к делу, все покажу и расскажу. Выбирайте любое удобрение, кормите свои клематисы, смотрите, чтобы у этого удобрения был богатый состав, вот видите, пертики здесь и азот, и фосфор, и калий, дальше здесь пошли серо-магний, кальций, марганец, железо-бор, в общем, состав отличный элементов, много, все это сказывается на хорошем росте, на хорошем цветении, поэтому смотрите, выбирайте, кормите, согласно инструкции, не нужно больше сыпать, можете корни обжечь, поэтому не переусердствуйте, перед подкормкой растение должно быть хорошо пролитым, почва не должна быть сухой, она должна быть влажной, подкормки все лучше проводить вечером, потому что днем очень сильное испарение, а вечером, когда солнышко уже не так сильно жарит, можно пролить клематис, а потом уже подкормить, и такая подкормка, она будет максимально эффективной. Все, дорогие друзья, вроде бы все вам рассказала, я вечером буду кормить свои клематисы, чего и вам настоятельно рекомендую, ну и осталось подождать совсем немного, и клематисы одарят своим ярким и пышным цветением. У меня на сегодня все, всем пока, и до встречи на моем канале!